Здравствуйте! В эфире передача аспекта иностранных дел телеканала CBC. С вами Теймур Атаев. Сегодня завершился визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты, где вчера он провел встречу с главой этого государства, а сегодня принял участие в открытии недели устойчивого развития и сделал ряд весомых заявлений о перспективах Азербайджана в мировом пространстве. Там же в Абу-Даби выступил и президент Казахстана Гасым Жомарт Токаев и также сделал ряд очень интересных ремарок. И об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Это Фархад Касенов, руководитель исследовательского центра АПЛЮС Аналитикс из Казахстана. Здравствуйте! Добрый вечер! Ильхам Алиев высоко оценил поддержку, которую оказал Объединенные Арабские Эмираты в ходе декабрьских дебатов по Южному Кавказу. Это имеется в виду резолюция, предложенная Францией, и они ее как раз-таки не поддержали. И это назвал президент Азербайджана примером дружбы и братства. И, кроме того, Ильхам Алиев назвал Объединенные Арабские Эмираты на сегодня одной из развитых стран мира. И, на ваш взгляд, как можно характеризовать взаимоотношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами? Я бы рассматривал эти двухсторонние взаимоотношения через призму политики балансирования Азербайджана. Потому что, если мы посмотрим на разные географические направления, то мы со всеми географическими направлениями, то есть север — это Россия, запад — это, понятное дело, Европейский Союз Соединенных Штатов Америки, на востоке у нас Центральная Азия, там Казахстан, Туркмения, там, скажем, Киргизь, Узбекистан, Китай и, конечно же, Юга, да, Исламский мир. Со всеми сторонами мы стараемся свои отношения развивать на основе взаимного баланса с тем, чтобы ни одно из направлений не превалировало над другим. Это дает нам, значит, независимость в нашей внешней политике. Но это раз. С другой точки зрения, я считаю, что отношения между Азербайджаном и Эмиратами, они дают дополнительный политический вес каждому из сторон. Почему? Потому что основное, что нас объединяет с Эмиратами, это то, что мы оба являемся экспортерами нефти. Но, несмотря на это, ни одно из стран, которое является производителем, экспортером нефти, поодиночке не представляет какого-либо серьезного политического веса. Можно привести в качестве простого примера Иран, Венесуэлу, чьи нефтяные запасы достаточно, так скажем, внушаемы. Но из-за западных санкций по отношению к Венесуэле, Ирану и так далее, вот их нефтяная промышленность практически была нивелирована к нулю. А вот Саудовская Аравия не отдельно, а именно в рамках, допустим, ОПЕК, или вообще, если сюда включить Россию ОПЕК+, это все приводит к тому, что политический вес сам собой прибавляется. И поэтому Азербайджан не как отдельная страна, Эмираты не как отдельная страна, а именно как их взаимодействие, сотрудничество, взаимодополнение делает политический вес для каждого из сторон достаточно внушаемым. И это увеличивает общую геополитическую значимость каждого из сторон. Почему? Потому что мы должны рассматривать отношения и вообще влияние любой из этих стран не в отдельности, а именно в совокупности. Например, Азербайджан обеспечивает часть энергетической безопасности Европейского Союза. Но это не только лишь единственная наша ценность. Наша еще очень важная ценность заключается в наших логистических способностях. Если помните, когда отношения между Россией и Западом были достаточно напряженными, как вы знаете, казахстанская нефть, она по большей части экспортируется именно в Европейский Союз, экспортируется через территорию кого? Российской Федерации. И были несколько вот таких сбоев в поставке казахской нефти в Российскую Федерацию. И тогда Азербайджан предложил альтернативный путь через наши трубопроводы. И был даже такой пробный пропуск через азербайджанские трубопроводы. И таким образом Азербайджан увеличил свою политическую значимость. То есть не в отдельности, а именно, допустим, в перспективе с Казахстаном, с Эмиратами и так далее, мы представляем собой очень важный геополитический вес. И логистические цепочки, и транспортные маршруты. И поэтому, да, сотрудничество и партнерство с странами-экспортерами нефти, я считаю, что является очень важным. Ну, сегодня вот то, что вы говорите, мы стараемся всегда чуть шире подходить, безусловно, к тем событиям, которые стараемся обсуждать. И как раз вот этот геополитический фон, он, безусловно, очень важен. Хотя и были сделаны очень важные заявления, связанные в вопросе электроэнергии, в вопросе зеленой энергии. И сейчас как раз вот в этом направлении хотелось бы услышать Фархада Касенова, но уже чуть-чуть в другом, может быть, направлении, потому что Гасим Жомартукаев, президент Казахстана, в преломлении к стране заявил, что обилие ветра и солнца, а также обширной территории Казахстана могут сделать государство одну из ведущих стран в контексте возобновляемой альтернативной энергетики. Еще одним перспективным направлением господин Токаев обрисовал зеленый водород. В частности, Казахстан может войти по его словам, но он сделал при этом, тоже такой интересный момент, ссылку на международных экспертов, число крупнейших экспортеров водорода. Вот как вы прокомментируете сказанное? Это очень интересно. Во-первых, я хотел бы поддержать Лешана Меджидова по поводу того, что сейчас, скорее всего, вырабатывается какая-то совместная политика между странами экспортеров и углеводородов, той же самой нефти, скажем, между Казахстаном и Азербайджаном, потому что это не совпадение, я думаю. на этой же неделе официальный визит сейчас совершает в Объединенные Арабские Эмираты президент нашей страны. Он также выступил на саммите недели устойчивого развития Абудаби. И я думаю, то, что лидеры двух стран, Азербайджан и Казахстан, оказались в это время вместе и сделали, в принципе, я думаю, аналогичное заявление, показывает о близких позициях наших в международном поле относительно активных источников энергии. Но здесь очень интересная история, потому что Казахстан на самом деле очень давно ставил перед собой амбициозные цели. Надо вспомнить, что в 2017 году у нас проводилась международная выставка Экспо в 2017 в городе Астане, которая так и называлась «Энергия будущего», на которой очень широко были представлены возможности получения энергии через альтернативные источники. То есть, как бы сказать, вектор был задан. Казахстан один из первых подписал фарижское соглашение, старается выполнять. У нас есть специальная программа национальной стандартизации до 2060 года о том, что Казахстан будет придерживаться политики углеродной нейтральности и к 2060 году он постарается прийти к нулевому результату, к нулевым выбросам. Сегодня как раз Гасым Жумарту Каев говорил об этом, и о парижском соглашении, о том, что как раз и Астана подписала одну из первых. В Центральной Азии, по крайней мере, одна из первых действительно так. И сейчас делается действительно большая работа. Я на примере могу сказать, что сейчас в Лиза Алматы развернуто целое огромное поле ветряков, ветроэлектростанций, строятся гелиостанции, в сторону, например, Казахстана, Киргизии, там, где постоянно устойчивый розовый ветров, тоже строится очень. Ну, есть уже большое количество ветряных электростанций. Это все выглядит, конечно, не просто футуристично, но и уже приносит большую пользу, несмотря на очень солидные инвестиции, то, что мы становимся, так сказать, более устойчивы в плане энергетической безопасности, потому что мы до сих пор очень сильно зависим от, в некоторых случаях, от внешних источников. Для нас это важно. И Казахстан сейчас предпринимает большие усилия для того, чтобы развивать эти альтернативные источники, хотя, конечно же, есть большие, например, проблемы. У нас Казахстан до сих пор полностью не газифицирован, у нас 70% потребления каменного угля, и, конечно, предстоит просто огромная работа. По поводу зеленого водорода. По поводу зеленого водорода, интересно то, что в прошлом году, буквально на излете прошлого года, Казахстан посетили лидеры Европейского Союза, и вместе были заключены, например, с той же Францией, и в Европейской Союзе были заключены соглашения о строительстве одного из крупнейших в Центральной Азии заводов по производству зеленого водорода. И то есть в этом отношении Казахстан будет не просто сам его производить, сам потребляет, но он еще и будет его экспортировать. То есть работа ведется. Теперь самое главное не то, чтобы, как бы сказать, законодательная база отрабатывается, и уже почти отработана, есть солидные инвестиции, теперь самое главное, что это все эффективно бы притворялась в жизнь. То есть имеется в виду реализовать проекты? Да, реализовать. Как будет реализовано, это уже другой вопрос. Это вопрос об эффективности государственной машины, усилий общества, совместной деятельности государства и общества, ну и подобное. Ну, то есть должна быть и, наверное, как вот вы даете понять, и команда, и команда единомышленников, и команда профессионалов, и с другой стороны, наверное, и поддержка государства, и плюс бизнес, конечно. Сегодня, кстати, говорилось и об инвестициях, вопрос инвестиций ставился очень серьезно, как раз и со стороны Казахстана, и со стороны Азербайджана, потому что действительно это проекты огромные, и в принципе вот как раз с Маздаром и с компанией вот этот вопрос, который уже несколько лет отрабатывается, и как раз был подписан документ, это как раз компания Объединенных Арабских Эмиратов. Но у меня сейчас и к вам, Ильшим Алим, опять вопрос, ну, может быть, более глобального характера, потому что все же для того, чтобы, так скажем, понять вот эти взаимопонимания, скажем, в области экономики, культуры и так далее, мы всегда пытаемся исходить из геополитических реалий, и взаимоотношения между Азербайджаном и Объединенным Арабским Эмиратом, это безусловно тоже, как сказал президент страны, пример дружбы и братства, с другой стороны, пример и вот геополитического такого взаимопонимания. Ведь можно вспомнить последнее участие Ильхама Алиева на саммите Лиги Арабских государств, его значимые высказывания, и буквально вот некоторое время назад он актуализировал, чтобы одно из постоянных мест соцсетей безопасности ООН было предоставлено одному из государств, ну да, на ротационной основе по линии ООС, причем именно эта структура должна выдвигать кандидата. И что интересно, сегодня Касым Жумар Тукаев призвал активно сотрудничать с ИОО по продовольственной безопасности, чтобы помочь, как он выразился, развивающимся странам обеспечить продовольственную безопасность. То есть фактически вот этот вот, скажем, тренд становится очень серьезным. Да, действительно, значит, вот пятерка Совета безопасности ООН, они в свое время были странными победителями и имели право, значит, занимать вот эту лидирующую позицию, но сейчас мир очень сильно изменился, потому что вот то время, это было время, когда зарождался биполярный мир, потом холодная война и так далее. То есть сейчас мы перешли даже в стадию однополярного мира, сейчас мир находится, это кризис однополярного мира, и, возможно, скоро, значит, будет создана многополярная, значит, структура международных отношений. И поэтому вот эта пятерка, которая сейчас до сих пор существует, она уже не актуальна, ее нужно менять. Почему она не актуальна? Потому что она не отвечает простым критериям. Если мы берем с демографической точки зрения, то в мире больше одного миллиарда мусульман. Ну, кто-то говорит, 1 миллиард 300 миллионов, 400 миллионов, 200 миллионов. Так или иначе, сейчас в мире 8 миллиардов человек, это делает шестая часть нашего планетарного населения. Ну, у него нет никакого представительства в Совете Безопасности ООН. То есть это с демографической точки зрения актуально. С цивилизационной точки зрения это тоже актуально, потому что 4 из 5 стран Совета Безопасности ООН – это христианские страны. Китай – это синско-конфуцианская страна, и там нет представителей мусульманского мира. То есть с точки зрения цивилизационного подхода тоже она никак не оправдывается. Если мы берем с экономической точки зрения, то, например, Германия обладает куда более мощной экономикой, нежели Франция. А вот, например, Индия обладает куда больше серьезной экономикой, чем, допустим, Великобритания или в перспективе, так скажем, Российской Федерации и так далее. Но мы видим, что ни Индия там не представляется, ни какая-либо другая страна. То есть с экономической точки зрения текущий состав Совета Безопасности ООН тоже никак себя не оправдывает. И поэтому позиция президента Азербайджана о том, что если ООН хочет продолжать существовать, то есть сейчас ООН и его конкретно Совет Безопасности ООН столкнутся с экзистенциальным вызовом. Хочет ли он существовать и играть очень важное место в международных отношениях, или он будет формально существовать, но все важные решения будут уже приниматься не в Совете Безопасности ООН, а в других организациях, например, в НАТО, в Большой двадцатке, в, значит, движении неприсоединения и прочее. Ну вот это тоже интересный вопрос вы поднимаете, потому что сейчас мы видели, прошлый год он показал, например, скажем, если ООН не проходит в Совете Безопасности какое-то решение, накладывается право вето из государств, и это переносится на Генассамблею ООН. Но Генассамблея не имеет силу, резолюция Генассамблея не имеет силу закона. То есть вопрос даже не в том, что дело в том, что и свою резолюцию ООН не исполняет, то есть тут проблема на проблеме. Ну и сама Генассамблея не может, то есть это там, ну, скажем, больше может моральный какой-то момент, но не юридически, не про с точки зрения реализации права. И мы видели в то же время, что G7, например, даже G20 отбросим, там не получается к концу. А G7, они могут принимать решения и их реализовывать. Вот это действительно момент такой очень важный. Именно вот в этом контексте очень важно, чтобы был представитель исламского мира. И как президент сказал, для того, чтобы не было конкуренции, мы прекрасно понимаем, что если будет представитель исламского мира, другие акторы будут стараться использовать это в качестве спекуляции, манипуляции для того, чтобы разжигать конфликты между странами мусульманского мира. И поэтому президент предложил очень оригинальный способ решения на ротационной основе. Допустим, там два года или три года Казахстан, потом, допустим, Эмирата, потом Турция, потом, допустим, Пакистан и так далее. То есть все те страны, которые обладают значимым влиянием и авторитетом среди мусульманского мира, они будут представлять интересы исламских государств для того, чтобы мир был более сбалансирован, более справедлив и с тем, чтобы международное право, она не просто оставалась на бумаге, а реализовалась на практике тоже. Да, тем более, даже вот такой тонкий момент был, вы когда говорите, странно, ну, скажем, именуйте, когда движение неприсоединения, так же говорил Ильхам Алиф, он подчеркнул, что дело не в том, что мы возглавляем сейчас, у нас время заканчивается, вопрос, ну, что движение неприсоединения должно тоже рекомендовать, или, скажем, председательствующее государство, оно должно быть, там, на период председательствования, Совет Безопасности стать полноправным членом, но даже отметил, что если право вето будет продолжать работать, то были наделены правом вето эти государства. Ну, действительно, вот и мусульманский эмир, он, безусловно, и огромный, тут и демографический, экономический ракурс, ну, и элементарная культура, цивилизация, конечно, назрело время вот для представления. Фархад Касенов, хотелось бы вот в продолжении нашего разговора тоже рассмотреть чуть, может быть, шире этот вопрос. Допустим, мы очень часто отмечаем, насколько Центральная Азия и Южный Кавказ становятся как бы регионом, ну, уже и даже вот на последнем саммите Организации Тюркских государств президент Азербайджана, Эльхам Алиев подчеркивал, когда говорил о региональной стабильности и безопасности, имелось в виду и Центральная Азия, и Южный Кавказ, как раз то, что вот Эльшан Меджидов говорит, вот это вот транспортно-логистическая связка от Центральной Азии до Южного Кавказа и дальше. Вот на ваш взгляд, вот в тех условиях, что сейчас мы видим, скажем, Центральная Азия, Азербайджан, Турция, или, допустим, Центральная Азия, Азербайджан и Ближний Восток, потому что мы видим, например, насколько та же Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, они активизируются и в наших, и на Южном Кавказе, и в Центральной Азии. Вот на ваш взгляд, какие здесь вы видите перспективы? Хотелось бы поддержать предыдущие здесь высказанные тезисы о том, что сейчас ООН находится в состоянии кризиса, и мы отлично понимаем, да, кто был виновником этого кризиса, но в принципе это уже давно взрывающий процесс. Именно хотелось бы добавить, что и Кавахстану, и Азербайджану, конечно же, выгодно и целесообразно международное право, которое основано на уставе ООН. Потому что эти моменты защищают нашу территориальную целостность и позволяют нам отстаивать свои права в международной арене. То есть, например, Азербайджан может отстаивать свою территорию, потому что она была зафиксирована, например, по границе 1991 года. Так же самое Казахстан постоянно говорит о том, что мы нам ничего чужого не нужны, но мы готовы отстаивать свою территорию, которая была получена после распада Советского Союза. В этом отношении, конечно же, наша безопасность в основном основана на тех правилах, которые должны соблюдать мировые игроки. Для нас это выглядит. Такой второй момент. Это касательно синергии и влияния стран, например, Центральной Азии, Южного Кавказа. Да, это есть действительно так, потому что мы сейчас не являемся такими, скажем, глобальными игроками, такими как Соединенные Штаты Америки, Китай и тому подобное. Но мы, объединившись, так сказать, объединив наши усилия, объединив наши голоса, можем оказывать значимое влияние на международные процессы. И это все отлично понимают. Поэтому в этом отношении, конечно же, начались в последнее время, особенно, скажем так, интенсифицировались, процессы усиления сотрудничества, интеграции в нового формата на территории Центральной Азии, на территории Южного Кавказа и по самым различным векторам. Это и в рамках, например, тюркского единства, это в рамках Центрально-Азиатской интеграции сотрудничества, это в рамках межстрановых, двусторонних отношений, между, например, Казахстаном и Азербайджаном, по всем направлениям. То есть сейчас идет очень быстрая перестройка, трансформация всех международных договоренностей. Прежние договоренности, они, скажем так, не отвергаются, но выделяются те аспекты, которые могут принести наибольшую выгоду нашим странам с точки зрения реал-политик, да, но и также с точки зрения единых каких-то корней, морально-чистических основ, еще также заключается новое, вот то, что мы говорим о организации исламского сотрудничества. В этом отношении, конечно же, я думаю, что в ближайшее время мы увидим то, что как постепенно за ненадобности, скажем так, за нефункциональностью будут отмирать многие соглашения, их содержание будет выхолачиваться все больше и больше, и, скажем так, новые договоренности, новые схемы сотрудничества, новые формулы сотрудничества, они будут все более усилиться и усиливаться. Ну и я думаю, такое есть просто пожелание, есть определенные прогнозы позитивного плана, то, что наши страны в такой ситуации, они не обязательно могут что-то потерять, наоборот, они могут многое приобрести. При правильной, скажем так, правильной расстановке сил и при правильном поведении, скажем так, лидеров наших государств. А я, со стороны видно, что ведут они себя, конечно, сейчас очень адекватно и релевантно в быстро меняющейся ситуации. Ну, как раз, вот вы знаете, вы затрагиваете этот важный момент, что практически сейчас вот именно уже те организации, которые становятся серьезными игроками, ну, безусловно, там, скажем, движение, не присоединение, это объединяет 120 государств, и, с другой стороны, это сейчас уже не движение, да, ну, и президент Азербайджан, он как раз актуализирует становление этой структурой уже организацией, то есть это уже совершенно иной формат. И, с другой стороны, создана вот парламентская сеть, движение, не присоединение и молодежная сеть. А что касается вот организации тюркских государств, это тоже вчерашний совет, который уже сколько времени стал, как организации, и совершенно иные, мы видим уже задачи, иные цели, и, как вот вы говорите, вот лидеры государств, и, в частном случае, мы можем говорить на примере даже вот сегодняшних выступлений господина Токаева и Ильхама Алиева как раз-таки, то есть и Казахстан, и Азербайджан, они позиционируются уже не только государствами, там, связанными с энергоресурсами, но и альтернативные источники энергии. И как раз вот действительно вот эта вот линия, а здесь еще и Турция, безусловно, и вот то, что и вы обратили внимание, и Эльшан Меджидов, и организации исламского сотрудничества, это, безусловно, уже такое сильное направление на перспективу. И сейчас еще, может быть, чуть-чуть расширим, скажем, взгляд Эльшан Малим. Вот против инициативы Франции, имеется в виду вот декабрь месяц, буквально 30 декабря последний, это седьмой или восьмой пакет, вот представил официальный Париж, там в очередной раз изменил какой-то текст, он тоже не прошел, имеется в виду антиазербайджанская резолюция Совета безопасности. Вот что интересно, выступили против, значит, на отдельных этапах, скажем, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Албания и Россия. То есть практически вот совершенно разные регионы. А это говорит о том, что как раз вот эта вот многовекторность, ну, вы называете это баланс, да, она и приводит к тому, что совершенно различные регионы Азербайджан видит своим, как минимум, партнером. И с этой точки зрения, вот это и показало, с одной стороны, и вот смысловое звучание Совета безопасности, которое вот по инициативе одного из государств может продвигать, пробивать свое решение, даже если несколько раз оно не проходит. А с другой стороны, показало вот значимость Азербайджана и его партнеров, может, там, ну, и Великобритания, скажем, и Албания, ну, совершенно, полюс-полюс, может быть, скажем, там, континент един, а полюса разные. И все равно вот получается, что интересы Азербайджана, они замыкаются на различных регионах. Я приведу один очень интересный такой пример. Значит, Вашингтон-Пост недавно опубликовал такую статью, он ссылается в этой статье на доклад национальной разведки Соединенных Штатов Америки, о том, что Арабские Эмираты, они являются одним из главных активных лоббистов внутри Соединенных Штатов Америки. Согласно, значит, данным разведки США, с 2016 года Эмираты потратили 154 миллиона долларов на лоббизы и сотни миллионов долларов на финансирование американских университетов и аналитических центров. Мы знаем, что по отношению к Азербайджану не только лишь во Франции, но в первую очередь в Соединенных Штатов Америки действует очень серьезное армянское лобби. Я считаю, что отношения и сотрудничество Азербайджана и Эмиратов нужно рассматривать и в плоскости возможных отношений, так скажем, сотрудничества Азербайджанской диаспоры и, значит, Эмиратской диаспоры в Соединенных Штатов Америки. То есть для того, чтобы продвигать наши интересы, мы не только лишь должны объединяться по части экспорта нефти, мы также должны действовать и сотрудничество в других площадках. И один из таких важных площадок является Соединенные Штаты Америки, где мы взаимно оказываем услуги друг друга по части лоббизма. Эмираты, значит, могут оказывать поддержку Азербайджана, Азербайджан вместе с Турцией могут оказывать поддержку, значит, Эмиратам. Я думаю, что мы должны рассматривать еще шире, сюда добавлять другие тюркские государства, например, Казахстан, Туркмения, Киргизия и так далее. Потому что у каждого из них по отдельности в Соединенных Штатов Америки лоббизм не очень эффективно, значит, так скажем, укреплен. Но вместе мы можем делать очень большие вещи. То есть если мы идем, допустим, на митинги друг друга, если мы пишем петиции в Конгресс или в Белый дом Соединенных Штатов Америки и поддерживаем петиции друг друга, то это же будет не петиция, допустим, 100 тысяч человек в Америке, это будет уже, допустим, петиция 10 миллионов, несколько десятков миллионов. И таким образом это уже будет рассматриваться и в Конгрессе, и в администрации Белого дома как нечто более значимое. И вот в этом контексте я считаю, что мы должны сотрудничать, как, допустим, в Соединенных Штатах Америки, так и во Франции, в других государствах, где против нас действуют очень серьезные, так скажем, там, исламофобские, тюркофобские силы. Ну, это как раз очень серьезное такое видение. Почему? Потому что буквально тоже вот мы видели в декабре месяце как раз в ШУШе и проходило представление, сами, ну, форум представителей тюркских государств как раз подчеркивали вот этот момент о единстве диаспорской деятельности за рубежом. И до этого мы видели уже несколько таких встреч имело место и в Соединенных Штатах, и в Турции. Но это как раз речь шла именно о тюркском. А вы фактически предлагаете, что можно и дополнять это, и там, скажем, и Объединенные Арабские Эмираты, другие мусульманские государства. То есть, действительно, это расширяет формат, усиливает перспективы. Конечно, в условиях того, что происходит сейчас, это будет важный момент. И это сила, это действительно сила, это действительно не только митинги, не только озвучивание лозунгов, а это уже конкретно и там письма, это конкретно и какие-то встречи, это уже действительно, как вы отмечаете, лоббизм. И Фархад Касенова, сейчас хотелось бы вот вас услышать. Опять-таки, вот мы говорим о геополитическом взаимопонимании, скажем, Центральной Азии и Азербайджан, Центральная Азия, Турция и, скажем, этот треугольник. Но, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что это должно быть обеспечиваться региональной стабильностью. То есть, как раз-таки, во время девятого саммита организации «Тюркский государств» подчеркивалась со стороны президента Азербайджана необходимость поддержания регионального мира и стабильности. Но вот мы, к сожалению, у нас на Южном Кавказе видим, что Армения не идет на это. Вернее, понимание может и есть. Уже буквально вот несколько дней назад Грузия в очередной раз предложила свою площадку Тбилисскую для того, чтобы и Армения, и Азербайджан, и в этом, возможно, на этой площадке тоже вели бы переговоры. То есть, попыток много, но, к сожалению, вот это тормозится. С другой стороны, мы прекрасно видим и ситуацию в Центральной Азии, где понятно, что любое экономическое или любой экономический проект, политический, он должен подпитываться, безусловно, и политической стабильностью. И, кстати, на что можно обратить внимание, что и Евросоюз, и Соединенные Штаты, и Китай, они, и когда, мы вот несколько раз это подчеркивали в рамках наших передач, когда говорят о Центральной Азии, они говорят все время С5 плюс 1, то есть для них важно вот именно вот региональный момент. И в этом плане, конечно, это подчеркивает необходимость сохранения той стабильности, которая на данный момент есть. Что вот вы думаете об этом, и каковы перспективы здесь? Ну вот если будем рассматривать вот эту дихотомию, стабильность и нестабильность, то, я думаю, надо будет сказать о том, что мы, наверное, так будем ее формулировать. Формула должна быть такая, стабильность и развитие. Понятно, что для развития нужно всегда что-либо разрушать, чтобы построить что-либо новое. И для Казахстана это, в принципе, достаточно актуально, особенно если учитывать, что мы в этом году, 5 января совсем недавно отметили годовщину январских событий, которые были сопряжены, конечно, с большой нестабильностью в нашей стране. Но, тем не менее, хотел бы, чтобы стабильность, она всегда бы, соответственно, двигала рука в руку с развитием. Это один аспект. Второй аспект, если касательно нестабильности, которую сейчас провоцирует в регионе Южного Казказа, Армения. С точки зрения Казахстана, если смотреть из Казахстана, со стороны, армянский вопрос был закрыт еще в 2020 году подписанием соглашения, который подписал, в том числе, и Никол Пашинян. То, что с тех пор Армения последовательно дезавуирует, последовательно провокации и тому подобное, это смотрит со стороны, как, скажем так, неумелая и неуместная попытка затянуть выполнение определенных договоренностей. И попытка опять, так сказать, нового и привлечения к этому, например, той же самой Франции с большой армянской диаспорой, подключение там армянской диаспоры США с целью оказания давления на Южного Казахстана. Это все, конечно же, скажут так, как у Павла. Из Казахстана, еще раз повторяюсь, видится так, что вопрос, армянский вопрос, он был закрыт еще, получается, три года тому назад. Ну вот, примерно вот такой, если коротко смотреть, если коротко говорить, момент. Ну, мы видим как раз-таки, что вот вы говорите стабильность и развитие, безусловно, без стабильности развитие просто оно не видно, а его не будет, потому что, ну, с другой стороны, вот опыт Азербайджана что доказал? Опыт Азербайджана показал, что даже несмотря на то, что, допустим, со стороны официального Еревана происходят какие-то там торможения, происходят какие-то, ну, назовем это, вставлять палки в колеса, причем самим себе, все равно Азербайджан движется вперед, и, как говорил президент страны, все равно этот Зангизурский коридор будет открыт, и все проекты будут открыты, потому что это международная договоренность. И вы как раз отметили, вот трехсторонняя договоренность 2020 года, действительно, там все это прописано, все это прописано, и должно реализовываться. И поэтому мы сейчас уверены в том, что с учетом, опять-таки, опыта Азербайджана, что слова главы государственной расходятся с делом, что это будет, безусловно, осуществлено. Ну, и еще вот такой, один к вам вопрос, наверное, уже последний, вот в рамках того, что вот вы говорите, скажем, а все же Казахстан и Азербайджан плюс Турция. Вот этот путь, он, безусловно, это путь и в Европу, и сейчас с учетом того, что и Турция восстанавливает, да и уже практически восстановила отношения с Израилем, и идет вперед и в плане развития отношений с Саудовской Аравией. И на ваш взгляд, вот каковы и перспективы, вот то, что в самом начале говорил Эльшан Меджидов, вот это вот транспортно-логистической линии между Центральной Азией и Азербайджаном с учетом открытия Зангизурского коридора? Да. Зангизурский коридор, он очень нужен, прежде всего, если брать, вот сейчас говорим о Казахстане, да, Казахстану, потому что действительно мы сейчас находимся в положении некого геополитического транспортного, тупика, потому что у нас все транспортные коридоры, в том числе, трубопроводы, они были завязаны, скажем так, на Европу через Россию. Здесь надо брать момент, что в данном случае мы говорим о логистической цепочке, которая начинается с Китая, то есть товары из Китая, они должны следовать Европу, но они следуют именно через территорию Казахстана. Сейчас есть, скажем так, проблемы, которые, скорее всего, будут нарастать, связанные с санкциями против России, и понятно, что эти транспортные коридоры, они не могут нормально функционировать, скажем так, на прежних условиях. А остается, единственный выход, это через Каспийское море, в Азербайджан, дальше в Турцию, и потом уже в Европу. Тоже и касается же, например, казахстанской нефти, как уже здесь было отмечено. Поэтому, я думаю, что перспективы очень большие, потому что здесь, скажем так, на стороне наших стран, на стороне Азербайджана, Казахстана, вообще Центральной Азии, Турции, скажем так, негласно выступает еще и Китай, который тоже хочет обеспечить себе стабильные транспортные поставки, стабильные поставки своей продукции страны Европы, не только, скажем так, по морю, но и через сухопутные маршруты. Поэтому сейчас все страны в этом очень сильно заинтересованы. Замедзурский коридор, он обязательно, я уверен, заработает, даже несмотря на то, что мы видим, да, определенные осложнения, связанные с поведением армянской со стороны, с поведением Ирана, но он будет работать, потому что на самом деле он выгоден крупным игрокам и он выгоден нашим странам. Армянская сторона, затягивая, ставя, как вы говорили, палки в полет, на самом деле она наказывает сама себя, потому что в любом случае вопрос будет решен, но уже не так выгодно, скажем, как могло бы быть для нее. А сейчас, скажем так, если бы он заработал, они бы могли получить посвенные и прямые выгоды от начала функциониров данного коридора, тем более, что Азербайджан уже все необходимые работы провел, готовил и так далее. Казахстан, безусловно, и на уровне официальной риторики, и на уровне экспертного сообщества, на уровне общего, скажем так, понимания между двумя народами, он поддерживает открытие Зангельцузского коридора, он в целом поддерживает Азербайджан, потому что, еще раз говорю, это не только соответствует всеобщим интересам, это, грубо говоря, не так нам выгодно. И это нужно. Поэтому, я думаю, что в самое ближайшее время, на долгие годы вперед, в этом вопросе Азербайджан может не сомневаться в однозначной поддержке Казахстана. Во-первых, мы все время поддерживали Казахстан, с точки зрения поддержания территориальной целостности, Азербайджаны видели и были свидетелями, и с другой стороны, Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Казахстана, с другой стороны, это все уже в буквальном смысле прописано, прописано даже в документах, скажем, той же организации Тюркский государств. Мало того, мы сейчас видим, что вот эта вот стыковка, о которой вы говорили и в самом начале сказал Ильчан Меджидов, она обусловлена не только геополитическим интересом, скажем, политической направленностью или экономической, здесь еще культура, здесь еще язык, здесь еще духовные аспекты, и вот как раз-таки сегодня в рамках нашей передачи прозвучало, что это, в принципе, и может расширяться с той точки зрения, что здесь можно конечно рассматривать и вопрос, который сегодня поднял как раз вот Касам Джомар Туркаев с точки зрения там работать с организацией исламского сотрудничества, с другой стороны Ильхам Алиев актуализировал как раз-таки именно расширение Совета Безопасности с учетом председательствующих членов движения неприсоединения и организации исламского сотрудничества. Безусловно, это перспективный вопрос, который должен обсуждаться. Другое дело, другое дело, как вот вы говорите, те игроки, которые считают себя стоящими в основе этого мирового порядка, насколько они заинтересованы в этом. Но жизнь уже показала и, скажем, опыт того же движения неприсоединения, что как раз-таки вот те государства, которые они, скажем так, считают, и мы вот на это тоже обращаем внимание, называя их до сих пор странами третьего мира, становятся уже довольно серьезными и серьезными политическими игроками. Опять-таки, здесь даже вопрос, как мы видим сейчас, скажем, у Казахстана и Азербайджана, не только вопрос энергоресурсов, мы видим это и альтернативная энергетика, и мы видим, как очень серьезно идет и доведение до мирового сообщества нашей истории, нашей культуры и и так далее. Напоминаем, что с нами сегодня были Фархад Касенов, руководитель исследовательского центра А плюс аналитикс из Казахстана и Эльчан Меджидов, политический обозреватель. Сегодня мы постарались расширить нашу передачу, мы рассматривали итоги, первые итоги визита Альхама Алиева объединенные Арабские Эмираты и его выступления на открывшейся неделе устойчивого развития. Там же выступил господин Токаев, президент Казахстана, очень много говорилось безусловно сегодня об альтернативной энергетике, о зеленой энергии, ну и о водороде говорилось. Эти все вопросы, они важны, это вопросы, которые должны двигать вперед всю планету, и мы сейчас видим, что действительно вот эти климатические изменения, вот эти проблемы с климатом и действительно проблематика экология, она вынуждает предпринимать новые усилия в этом направлении. И сейчас вот мы являемся живыми свидетелями того, что как и Казахстан, как и также и Азербайджан, это две очень серьезные страны с энергоресурсами, они принимают, допустим, как некоторые эксперты говорят, новые правила игры, а это даже не правила игры, это сама суть, суть сегодняшней политики, если не сказать геополитики, как раз и Фархад Касынов, и Эльшан Меджидов, они очень аккуратно и очень доступно продемонстрировали, насколько именно позиция и официального Баку, и официальной Астаны, как раз таки и являются теми звеньями, которые позволяют сейчас вот всему нашему региону, Центральная Азия и Южный Кавказ двигаться вперед, и не только самим, а двигать вперед и уже и больше страны. вопрос даже здесь не только в энергозависимости, которая характеризует ситуацию в Европе, вопрос в том, что именно Азербайджан, к примеру, становится своего рода тем государством, которое демонстрирует возможность даже на освобожденных вот в течение практически вот буквально двух лет оккупированных в течение 30 лет территорий, которые там были просто сожжены и восстанавливать с нуля, как можно их восстанавливать и именно через призму умных сел, умных городов и через призму зеленой энергии. И это как раз-таки важнейший показатель силы и Азербайджана, и как сегодня мы видели и через призму выступления господина Тукаева, и как расписал ситуацию в Казахстане Фархад Касенов и Казахстан. И поэтому мы, безусловно, надеемся, что вот эта вот линия, она будет продолжаться и мы видим, что как главы государств работают очень серьезно в этом направлении и поэтому у нас у всех надежда, что это будет безусловно двигаться вперед. Оставайтесь СИБИСИ, следите за аспектами иностранных дел, будьте в курсе всех важнейших вопросов современности. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова